Кто-то тут у нас подсоединился еще, аудио. Давайте вы отключитесь, организатор 2, если это вы. Итак, меня слышно отлично, тогда мы будем с вами продолжать. Еще одна новость, которая появилась на прошлой неделе, точнее еще чуть раньше. В ваших личных кабинетах появился раздел «Клауд-коды», где вы уже сейчас можете найти ваши клауд-коды для использования их, пользования сервисом облачного хранилища. Сразу же оговорюсь, что клауд-коды начисляются постепенно, и на этой неделе, я думаю, что уже сегодня будут начислены клауд-коды за бизнес-пакеты, купленные еще в старом софте. Как мы и обещали, всем, кто покупал пакеты хоть год назад, им будут начислены клауд-коды в соответствии с купленными пакетами. Сегодня позже я покажу, в каком разделе и где находятся клауд-коды, и как их можно использовать. Также на прошлой неделе, как вы знаете, был анонсирован новый план вознаграждения. Точнее, не пугайтесь, план вознаграждения остался прежним. Единственное, обновился дизайн этого плана вознаграждения, а также появилась дополнительная страничка, которую я вам покажу чуть позже. Также завтра у нас появится новая обновленная презентация. Это один из важных инструментов вашей работы. Мы очень долго ее ждали. Итак, я думаю, что уже завтра, максимум в среду, вы ее увидите в обновленном виде. С описанием всех наших продуктов. И PRM, и PlanetPass, и Messenger, естественно, и PushMeCloud. И еще один момент. Поступает много писем в техническую поддержку по поводу теста PRM для пользователей Андроида. Не волнуйтесь, мы о вас не забыли, как и обещали. Ориентировочно на этой неделе мы сделаем рассылку с ссылками на скачивание тестовой версии PRM-системы для пользователей Андроид. Ну что, теперь дайте мне буквально несколько секунд, чтобы я подключил трансляцию экрана, и мы с вами вместе могли видеть, что я буду вам показывать. Продолжение следует... 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 должны видеть все здорово тогда мы с вами познаем некоторые писали что у меня не слышно еще раз попрошу ваших плюсиков все супер не так давайте по-быстрому продолжать пожалуй начнем с основного до страницы регистрации с того с чего начинает каждый партнер свою работу и тут я хочу вас сразу же предупредить что регистрации каждого партнера он должен проводить сам лично индивидуально максимум что можете делать вы в этот момент как спонсор это сидеть рядом и контролировать этот процесс но еще раз повторюсь что каждый партнер регистрируясь в нашей компании должен проходить процедуру регистрации лично я понимаю что не все партнеры может быть владеют компьютерной грамотностью но работая в такой компании высокотехнологичными с такими продуктами планет пас пушный мессенджер плаут облачное хранилище до 1 система партнер просто обязан иметь электронную почту и он обязан как минимум выходить в браузер и совершать процедуру регистрации я думаю это всем понятно да большое спасибо за понимание и так процесс регистрации вы должны указывать номер своего спонсора насколько вы уже знаете и конце вы можете увидеть такую ссылку и этот текст с галочкой я подтверждаю что я прочитал партнерское соглашение и согласен с его условиями и так пока при регистрации обязан нажать эту галочку и нажатие этой галочки галочки подтверждает что он ознакомился с партнерским соглашением и зарегистрировался также там есть ссылка для того чтобы прочитать это партнерское соглашение и принять решение это является очень важным моментом при начале работы каждого партнера те партнеры которые будут делать регистрацию за своих людей будут ответственно в полной мере за их дальнейшую судьбу за их работу в нашей компании и всевозможные дальнейшие какие-то моменты связанные с их работой продолжим давайте мы сейчас войдем в личный кабинет кстати сейчас при регистрации вы уже знаете да еще одно нововведение точнее то что не было сначала реализовано в софте да теперь приходят письма с вашими личными данными при регистрации на ваш email здесь оговорюсь что пароли в новых в новом софте после регистрации не приходят на ваш почтовый ящик это сделано с тем чтобы обезопасить вас пароль теперь вы придумаете сами да кстати в службу технической поддержки поступает очень много запросов с просьбой восстановить пароль уважаемые партнеры компания и сотрудники технической поддержки не имеют доступа к вашим паролям мы их не видим и не знаем для этого существует функция забыли пароль пожалуйста если вы не помните ваш пароль или его потеряли вы можете нажать на кнопочку забыть пароль ввести ваш айди и нажать кнопочку восстановить появляется текст вскоре он будет и на русском языке также и на других появляться о том что пароль выслан на вашу почту точнее не пароль а ссылка для сброса пароля после чего вы придумаете себе новый пароль поэтому писать в техподдержку о восстановлении пароля бессмысленно итак сейчас мы войдем в один из аккаунтов и продолжим меня хорошо слышно отлично продолжаем итак мы вошли в личный кабинет давайте начнем кстати да с очень мало важного такого момента как ваши аватарки прошу вас все партнеры первое что вы сделаете сейчас войдя в ваши личные кабинеты да пожалуйста установите ваши аватарки это очень важно во первых визуально красиво это да во вторых компания будет видеть с кем она общается техническая поддержка да в частности ну и ваши опять же ваше бинарное дерево будет выглядеть очень симпатично поэтому зайдя ваш личный кабинет зайдите обязательно ваш профиль и нажмите кнопку брауз выбрать вашу фотографию и нажать кнопочку обновить также не забывайте заполнять все остальные ваши данные такие как мобильный телефон страна город желательно skype кстати при подключении платежной системы которая идет уже полным ходом вам будет необходимо заполнить номер паспорта и ваши данные адрес дополнительные контакты а сейчас это эти графы не являются обязательными но как только мы подключим платежную систему вам нужно будет обязательно заполнить ваши документальные данные я буду периодически заходить в бинарную комнату чтобы смотреть видите ли вы все и слышите ли вы меня прекрасно так звук прерывается татьяна видимо этого что-то с интернетом проверьте подключение так продолжаем рядом с названием вашего текущего пакета в данном случае это founder и это максимальный пакет если же пакета team builder старт или партнер здесь будет кнопочка апгрейд на которую вы нажмете для того чтобы совершить покупку пакета более высокого кстати еще один очень важный момент который частенько поступают в службу поддержки это уточнить срок апгрейда и так официально заявляю что срок льготного продления льготного увеличения вашего статуса вашего статуса бизнес пакета да проще говоря апгрейда является 6 недель включая идею покупки первого пакета к примеру вы купили сегодня пакет партнер а далее вы хотите купить апгрейд до пакета team builder и так какой же срок апгрейда вы имеете вы имеете текущую неделю то есть неделя которая закончится завтра до вторника плюс пять полных недель не важно в какой день недели вы купили пакет эта неделя считается первой плюс пять недель последующих то есть этот момент понятен до 6 недель включая неделю покупки вашего пакета едем дальше в правой части вашего личного кабинета вы можете увидеть данные вашего спонсора а также поисковой поисковую графу где вы можете вбить любой из ваших айди в вашей структуре да и посмотреть данные по его товарооборотам данные его контактов так далее здесь вы видите свои cv слева и справа здесь в принципе все понятно да ниже идет часть покупок где можете приобрести билеты кстати ближайшие до санкт-петербурге события все уже приобрели если нет то предупреждаем вас о грядущем повышении цен на билеты поэтому покупайте по текущей а также не макси паки которые вы можете приобрести как вы видите с разных счетов с баланса и с контрактом счета по контрактному счету также еще раз хочу повториться что контрактный счет это специальный счет для начислений различных платежей ну например это траты на содержание офиса это командировочные то есть это для отдельных до партнеров предусмотрено а также отдельные подарочные начисления компании от компании которые не входят в начисление по плану вознаграждения то есть все что не входит в начисление по плану согласно плану вознаграждения начислять на контрактный счет чем отличается контрактный счет от баланса или комиссионного контрактный счет в принципе ничем не отличается от баланса За исключением того, что трансферить деньги, то есть переводить деньги можно только вниз по вашей личной структуре. Нет параллельной ветки, нет вышестоящим спонсорам. Это сделано для того, чтобы выделенные целевые средства на ваш контрактный счет тратились только на вашу личную структуру и тем самым развивали же вашу сеть. Комиссионный счет – это счет только для начислений ваших комиссионных. С него вы не можете производить никакие трансферы. Для этого вам нужно пополнить ваш баланс, перевести с комиссионного на баланс. Кстати, вы можете пополнить как баланс, так и контрактный счет, как активационный и продуктовый с балансом. Здесь есть кнопочка. Кнопка «Запросить выплату». Очень многие партнеры сейчас обращаются с просьбой вернуть средства, которые немножко подвесли. Она сейчас, как вы знаете, не работает. То есть эта кнопка уже реализована. Вы видите, да, здесь выходит окошко «Ввести пароль, сумму, назначение платежа и выплатить». Но пока эти деньги зависают у нас в системе, они, естественно, не отправляются в консчет. Как только будет платежная система и ваши счета будут привязаны к вашему личному кабинету, то вы сможете напрямую вывести деньги. Слышно меня хорошо? Отлично, продолжаем. Следующий момент. Давайте немножко опустимся сначала снизу. Здесь вы видите то, что мы поменяли название на Digital Space Technologies. Кстати, вы уже, наверное, заметили, что и в маркетинговых материалах, что и в плане вознаграждений уже новый дизайн, DST, Digital Space Technologies, да, мы отходим от названия Push.me, то есть оно у нас остается, но наша компания, как юридически, была Digital Space Technologies, теперь это отражается и во всех маркетинговых материалах. Итак, здесь вы можете увидеть все необходимые документы. Это партнерское соглашение, это положение программы Unit. Кстати, в ближайшие дни, я думаю, даже уже сегодня, появится положение по программе Unit Planet Pass, оно появится здесь же рядом. План вознаграждений версии 3.0. Давайте мы на него взглянем и посмотрим ту страницу, о которой я говорил. Новый слайд появился, это начисление за покупки продуктов DST. На самом деле этот слайд был необходим, он назрел, и теперь мы его опубликовали, и каждый партнер может увидеть все начисления за покупки тех или иных пакетов. К примеру, если вы купили пакет партнер, вы можете отследить его стоимость CV, начисление на Push.me, счет Unit, продуктовый счет, активационный счет, и какой срок бизнес-активности дает покупка того или иного пакета. Здесь же мы можем видеть сертификат DST. Нажав на ссылку, начнется скачивание сертификата, то есть документ, удостоверяющий регистрацию компании, и этический кодекс, с которым также всем партнерам необходимо ознакомиться. Также важный момент, как я уже говорил, при регистрации каждый партнер должен проходить ее индивидуально, сам, лично, а также он должен ознакомиться и с партнерским соглашением. Оно есть, как на нашем сайте в разделе «Бизнес с нами», да, также здесь в личном кабинете и при регистрации. То есть партнер должен ознакомиться со всеми условиями, в том числе с условиями возврата. Так, идем дальше с нами. Здесь, я думаю, вопросов, в принципе, уже нет. У вас было достаточно времени, чтобы изучить ваши личные кабинеты, ознакомиться с счетами, увидеть еще вот эти два поля. Это бизнес-активность, которую вы можете продлить в любой момент, а также активация вашего личного кабинета, за которым вы также должны следить. Если активация вашего кабинета истекает в ближайшее время, то это поле становится красным. Вы это сразу же увидите. Далее. Мы видим раздел, точнее такое поле, да, последней операции. Не пугайтесь, что оно ограничено. Мы не можем здесь показать все последние операции за предыдущие месяцы. Для этого существует отдельный раздел под названием «Финансы», где вы можете увидеть всю историю по балансовому счету, по комиссионному, продуктовому, активационному, контрактному. А также, если вы заметили, то с недавнего времени вы можете отследить вашу историю начислений по юнитам «Пушни» и юнитам «Планет Пасс». То есть некоторые партнеры пишут в поддержку и говорят, что они не видят своих последних начислений по тому или иному счету. Так вот, их можно найти в разделе «Финансы» отдельно. Мы сейчас туда еще зайдем. Здесь вы видите своих личных приглашенных. И бинарную ветку в урезанном, усеченном виде, да, отдельная будет опять же здесь в «Моя структура» «Бинар». Далее мы зайдем. Еще немаловажный момент – стратегия автобинара. Некоторые партнеры не знают, что это такое. Итак, это направление выбора подписания ваших новых партнеров. Вы можете установить ее как вручную. То есть левая нога – это значит, что все ваши последующие партнеры личные будут идти в вашу левую ногу или правую. Либо же можно настроить так, чтобы ваши партнеры подписывались во внутренние ноги левой ноги или правой. Если вы устанавливаете кнопочку «Автор», то автоматически все ваши новые партнеры подписываются в вашу слабую меньшую ногу. Это сделано с той целью, чтобы при подписании новых людей развивалась ваша меньшая нога, с которой вы, собственно, и получаете бонус. Пока вопросы можете в чат не писать, я пока его не отслеживаю. Далее на брифинге я отвечу на все ваши вопросы. Итак, раздел «Финансы». Юнитный счет, о котором я говорил. Вы можете посмотреть всю историю по вашим юнитам. Если каких-то юнитов по вашему не хватает, вы можете отследить это в этом разделе, посмотреть, за что были начислены юниты. В данном случае у этого партнера пока нет юнита. Моя структура «Бинар». Многих партнеров он порадовал. Мы получили много отзывов о том, что он очень удобен. Действительно, здесь можно просмотреть всю вашу структуру, вплоть до самой глубины, уменьшая или увеличивая, таким образом, эту страничку. Здесь же вы можете отследить и объемы ваших партнеров. Также здесь появится в ближайшее время поле поиска. Так, чтобы вы не искали каждого партнера в отдельности, переходя вниз, вы могли сразу же вбить и откроется этот партнер. Ну что, и клауд-коды раздел. Если мы нажмем с вами на клауд-коды, в данном случае у этого партнера еще не было покупок, из-за которого он получил клауд-коды, мы можем посмотреть вот этот аккаунт, в котором уже есть клауд-коды. Сейчас мы его откроем. Вот таким образом. Код, описание, и здесь появится также, за что начислен клауд-код. То есть, да, мы здесь видим сейчас три клауд-кода на один терабайт в год, но здесь не совсем пока понятно, за что он начислен. Это видно нам, но не вам. Скоро здесь появится, допустим, за покупку максимпака или за покупку пакета партнера и так далее. При использовании данного клауд-кода, так чтобы вы знали, какой из клауд-кодов уже использован и какой нет, использованный клауд-код будет зачеркнут. Итак, где же ввести этот клауд-код? И как увеличить объем вашего облачного хранилища? Давайте мы с вами пройдем на сайт нашего облачного хранилища. PushMeCloud Я вам наглядно покажу, где нужны ваши ходы для того, чтобы увеличить пространство. Вот, собственно, личная моя страничка. Вверху, в правом верхнем углу вы можете видеть ваш профиль, на который вы должны нажать. И вы увидите, сколько пространства у вас уже есть, сколько занято, сколько свободно, вашу квоту, в данном случае у меня 2000 гигабайт, то есть 2 терабайта, да? И поле для введения вашего клауд-кода, то есть вы копируете ваш код. В данном случае я его использовать не буду, просто покажу это, как выглядит визуально. Копирую его и вставляю в это поле. Нажимаю кнопочку «Использовать», и мое пространство, моего облачного хранилища увеличивается автоматически. То есть эта процедура понятна, да? Дайте, пожалуйста, мне обратную связь. Отлично, меня хорошо слышно, и всем все понятно. Супер. Далее предвосхищу вопросов, которые очень часто поступают в службу поддержки. Рекрутинговые юниты за покупку макси и мини-паков. Вы, наверное, обратили внимание, что ранее они начислялись мгновенно. Теперь же мы перенастроили систему, и рекрутинговые юниты за покупку вашими партнерами макси и мини-паков будут начисляться по вторникам во время расчета комиссии. Это сделано с тем, чтобы синхронизировать выплаты, и, соответственно, с тем, чтобы все спонсоры людей, которым были приобретены макси и мини-паки, получили свои рекрутинговые юниты вне зависимости от того, раньше или позже их партнер купил макси или мини-пак. К примеру, если ваш партнер очень проворный, подсвятился и купил макси-пак первым, пусть даже на несколько часов, чем вы, то вы уже рекрутинговые юниты не получили бы. Теперь система будет считывать информацию за неделю по всем покупкам, и даже если вы купили в последний час закрытия периода, то вы получите за все покупки вашими партнерами на протяжении этой недели. Так, о чем я еще не сказал, пожалуй, да? Пополнение вашего балансового счета. Здесь есть кнопочка «Пополнить счет», после которой выходит поп-ап окошко, где вы можете распечатать ваш платежный реквизит для экспританции, для того, чтобы пойти в банк и произвести оплату, пополнить ваш балансовый счет. Также в ближайшее время, я думаю, за несколько дней, здесь появится еще ваша фамилия, помимо ID, которую вы можете здесь уже видеть, да? Фамилия и сумма. Вы сразу здесь вобьете сумму, как это было в прежнем личном кабинете, и вам выскочет готовая такая же платежка, которую вы распечатываете и пойдете с ней в банк. В принципе, не должно возникать сложности с этой квитанцией, но некоторые банки почему-то просят, чтобы было имя, фамилия, фамилия, отчество, да, и сумма указана уже сразу. Хотя, в принципе, это можно написать и ручкой, и устно сообщить кассиру. Но в любом случае это появится в ближайшее время. Ну что, я, наверное, все рассказал по текущему личному кабинету, что хотел, во всяком случае, вам рассказать. Теперь давайте, наверное, организуем брифинг. Завершу сейчас доступ. Делаем вот так. Ну что, давайте теперь начнем ответы на ваши вопросы. Если таковые остались, я готов на них ответить. Поехали. Любовь Сансонова. Санкт-Петербург. Если пропали в бинаре CV, куда обращаться? Ну, естественно, обращаться в первую очередь нужно в службу поддержки. Кстати, не путайте адрес службы поддержки. Support. Собачка. Пушмикор. Не info, не hello, не inform, а именно support. Некоторые партнеры по старинке пишут на info. Но это не тот адрес техподдержки. Поэтому, да, пишите на support, и, соответственно, мы разберемся, куда пропали CV. В 99% я могу сказать, в случае, да, я могу сказать, что проблема связана с тем, что партнер либо не был активен, либо там буквально на несколько секунд упустил возможность продлить свою активность и так далее. Мы не разъясним, и если по нашей причине, то восстановим. Александр Ростов на Дону. С комиссионного счета нельзя проплатить 35 долларов. Более того, скажу, что с комиссионного счета нельзя совершать и других покупок. Это можно делать с баланса, либо с продуктового счета, либо с активационного. Комиссионный счет нужен для того, чтобы начислять вам ваши комиссионы, из него и трансферы нельзя делать. Вам нужно перевести эти деньги на ваш баланс, либо же иметь на активационном счете деньги, для того, чтобы продлить вашу активность. Следующий вопрос. Клауд видно по 100 гигабайт, 3 штуки. Да, кстати, по начислениям клауд-кодов, сегодня будут начислены клауд-коды за покупки старых пакетов еще до открытия компании в Алмате, при старом софте. Только после этого вы уже сможете увидеть реальную картину. Сегодня пока еще не всем все начислено. За Макси и Минипаки, насколько я знаю, уже есть начисления. По пакетам они будут произведены уже сегодня. Так что вы увидите уже реальную картину правильных вычислений. Елена Лешко, Степногорск. Любое движение по счетам отображается только с декабря 2015 года. Да, поскольку мы перешли на новый MLM софт, соответственно, все ваши, история всех ваших трансферов, всех моментов по счетам, покупкам, они отображаются с начала введения этого нового софта. Соответственно, старый софт, информацию по старому софту вы можете запросить отдельно, обратившись в службу поддержки. Поэтому, если вам нужна выписка с ваших счетов, вы напишите на саппорт и мы вам ее предоставим. Ольга Ким, Москва. У некоторых партнеров не учтена бизнес-активность, включенная в бизнес-пакеты. Видимо, это может быть связано с тем, что не начислена активность за пакеты, купленные еще в старом софте, хотя мы всем произвели начисление данной активности по старым пакетам. Но если такое что-то случилось, возможно, какой-то технический сбой, вы напишите тоже в сапподдержку и мы обязательно разберемся и начисуем. Следующий вопрос. Дается ли месячная активность за покупку пакетов в Planet Pass? Да, за покупку макси и мини-паков, вы, наверное, это имеете в виду, начисляется активность сроком на один месяц. То есть с декабря месяца, с января, да, активность вся суммируется. Если ранее она продлялась, допустим, вы купили Team Builder на прошлой неделе, а сегодня вы сделали SoCold Founder, простите, то ваша активность обновлялась с момента покупки нового пакета. Теперь же каждая активность, каждая покупка любого продукта, который содержит активность, она суммируется и прибавляется. Скажите, пожалуйста, что делать, если заломали почту, а пароль был только там? Ну, вам необходимо указать правильную почту, во-первых, и, как я уже показал, вы можете установить ваш пароль. Нажав на кнопку «Забыл пароль», на вашу почту придет сброс пароля. Если же вы не помните, какая почта у вас была установлена, то вы можете написать в службу поддержки, и мы установим нужную почту. Либо вашу новую почту, если вы забыли пароль от почты. Такое тоже бывает. Так, далее. Мы, Синья, на одном логине, сколько карт получен. Что вы имеете в виду под картами? Уточните, пожалуйста. На iPad не скачивается план вознаграждения, перенаправляет на начало страницы при нажатии строки «Планы вознаграждения». Попробуйте скачать план вознаграждения с нашего сайта в разделе «Бизнес с нами». Не могу сказать. На самом деле на iPad тоже должен открываться. Если я захочу продать клауд-код, как его активировать другому человеку? Ну, этот человек, прежде всего, должен зарегистрироваться в PushMeCloud, скачать мессенджер. Ему на мессенджер при входе в клауд придет пин-код, который он должен ввести при входе на странице pushmecloud.org. Он войдет в свой личный кабинет, именно на PushMeCloud. И, как я показал ранее, он должен будет ввести этот вход, переданный ему вами, и ввести его в поле для входа и нажать кнопочку «Используйся». Когда будет глобальное обновление мессенджера в Ташкент? Ташкент, Александр, обновление мессенджера глобальное, да, мессенджер 3.0, он появится у нас в конце февраля, в начале марта. Как распечатать билет на события? Билет на события покупается в вашем личном кабинете. Наша система это фиксирует. Вы всегда можете обратиться к нам и узнать, куплен ли у вас билет. Но вам также на почту должно приходить письмо. Если оно не приходит, то оно начнет приходить, надеюсь, с этой недели уже, о том, что вами куплен билет на события. Следующий вопрос. У меня лично нет контрактного счета в разделе «Финансы». Контрактный счет появляется в разделе «Финансы» после того, как этот счет активирован, вам первый раз на него выслали деньги, он у вас появится. Следующий вопрос. Юниты за поездку в Дубай были начислены после того, как были начислены проценты, будет ли проведена доплата. Напишите отдельно об этом в саппорт, мы ответим на этот вопрос и начислим нам. Дело в том, что не все партнеры почему-то отметились при входе в зал в Дубае. Они как-то обошли, может быть, и не были учтены, поэтому не все логины, не все ID были отмечены нами, и не всем выплатилось от этого сейчас. Ну, вот, эта проблема решаема, вам нужно писать в саппорт или начисленный. В старом кабинете была реферальная ссылка, а в новом нет. Почему? Ну, на самом деле, небольшая проблема, чтобы эту ссылку там разместить. Единственное, в принципе, эту реферальную ссылку уже пора всем запомнить, она достаточно проста. Это office.pushmikorp.com.id. Это можно набрать в любом вашем браузере, скопировать и отправить, кому нужно. Но со временем она появится, мы для нее место подыщем нужное, и она там появится. Кстати, вот уже буквально в ближайшее время появятся все остальные разделы информационные, которые были у нас ранее. То есть это и офисы компании, и расписание вебинаров, а также раздел файлы. И что у нас еще там было? Раздел файлы. И, кстати, в файлах это и видеоролики будут, и медиа различные, да, и записи вебинаров, и визитки, которые вы можете распечатать и использовать в своей работе. И другие вещи, включая и план вознаграждений, и презентацию, и так далее. Да, и обратная связь, конечно же, с компанией из личного кабинета. Это очень удобно, вам не придется снова писать с ваших личных почтовых ящиков. Это будет можно сделать через форму обратной связи в личном кабинете. Вопросы, которые повторяются, мы их пропускаем. Так, Юлия, Санкт-Петербург, разговаривали в Дубае о сертификате для партнера. Уточните, какой сертификат вы имеете в виду, и я вам отвечу на ваши вопросы. Так, Вера Баулина, Санкт-Петербург. Будет ли архив покупок бизнес-паков за прошлый период? Архив покупок бизнес-паков. Все ваши покупки вы можете отследить в разделе счетов, списание со счета, в зависимости от того, с какого был приобретен пак. Не совсем понял вопрос, если правильно ответил, то окей. Начислят ли рекрутинговые бонусы за паки тем, у кого они не были начислены? Нет, на событии в Дубае мы объявляли о том, что рекрутинговые юниты будут начисляться мгновенно. Соответственно, для того, чтобы получить рекрутинговые юниты с ваших партнеров, вам самим необходимо иметь ваши макси или мини-пак. Но мы пошли на уступку и с недавнего времени сделали так, что система будет сверять покупки вами паков за всю неделю. И будет начисляться, даже если вы купили пользу ваших партнеров. Но ранее было объявлено, что эти бонусы будут выплачиваться строго мгновенно, только в том случае, если вы сами имеете пак. То есть, если партнер не имел пак, то он, соответственно, не мог получить эти деньги с пакетов любые. Квалификационный автомобильный бонус выплачивается при поддержке квалификации 4 недели подряд или обязательно в календарный месяц? Нет, не обязательно в календарный месяц, просто 4 недели подряд необходимо поддержать квалификацию. Так, Александр, я уже ответил на ваш вопрос. Обновление мессенджера будет в конце месяца, в начале марта. Да, расписание вебинаров в личном кабинете мы повесим в ближайшее время. Это уже на днях. Вот из бюджетов. Да, важный вопрос Эльмира, Ержанова, Алматы. Раньше говорили, что можно регистрировать партнеров на свою почту. Сейчас надо всех открепить от своего адреса. Да, действительно, сейчас вам нужно перерегистрировать всех ваших партнеров на их личные адреса. В противном случае, через некоторое время, все аккаунты, зарегистрированные на несколько почтовых ящиках, будут удалены. Поэтому проконтролируйте это строго, так, чтобы все ваши партнеры имели личные почтовые ящики. Это, кстати, касается того же момента, что и с регистрацией. Каждый новый партнер должен проходить процедуру регистрации, лично указывать личный свой почтовый ящик и лично читать партнерское соглашение, нажимать на кнопочку о том, что он прочитал и согласен с партнерским соглашением. В противном случае вы просто можете столкнуться с проблемами в будущем. Так, у нас время, к сожалению, ограничено. У меня еще есть несколько минут. Сейчас выберу самые основные вопросы, на которые отвечу. Третьяков и Санкт-Петербург. Уточните, пожалуйста, еще раз ваш вопрос. Что значит одна карта на двоих или две разные? Какую карту вы имеете в виду? Шенкент. Клауд-код можно использовать только на одном гаджете. Клауд-код используется единожды. Вы увеличиваете ваше пространство, а пользоваться самим пространством вы можете с разных гаджетов, как с планшета, с телефона или с вашего ноутбука или персонального компьютера. С какого счета можно купить билет на событие? Билет на событие можно приобрести с... Так, насколько я знаю, с баланса точно. С контрактного... Сейчас проверим. С баланса и с контрактного счета вы можете приобрести билет на событие. Так, по обновлению мессенджера я уже сказал. Почему в бинарии идут вначале имена, потом фамилии? Удобнее, если было бы наоборот. Да, мы учтем это и сделаем написание сначала фамилии, а потом имем. Если бы сейчас это поместить. Есть. Если я захочу сделать апгрейд, а шесть недель истекли. Ну что ж, Леонид Карганда, если вы пропустили льготный период апгрейда, то, к сожалению, вам необходимо будет купить пакет по полной стоимости. Либо следить за сроком льготного периода. И купить все-таки в течение шести недель. Кому продавать клауд только партнерам, либо любому желающему? Ну, конечно же, вы можете продать его любому желающему. Где размещать рекламу? Ну, это уже зависит от вас, как вы будете продвигать. То есть, какую-то рекламу размещать вам не нужно. Компания будет делать это сама. Мы, как уже было заявлено президентом, в 2016 году мы будем ориентированы на продвижение наших продуктов именно во внешнюю среду. Соответственно, мы упростим задачу продвижения и вам. Будут ли начислены юниты за поездку в Питер? Об этом будет объявлено позже, ближе к событию. Ролик с новой презентацией, где можно взять в кабинете или на сайте компании. Если вы имеете в виду нашу PDF-презентацию, то она появится, я думаю, в личном кабинете сейчас вряд ли. Она будет доступна на нашем сайте. Так, Вера Баулина, почему нет моих вопросов? Я думаю, что я уже ответил ранее на ваш вопрос. Если нет, то напишите еще раз. Возможно, пропустил что-то. Когда будут удалены нерабочие ID? Мы заранее будем об этом предупреждать, когда будем делать компрессию. Естественно, просто так ничего мы не удалим. Мы будем сначала вас предупреждать, чтобы вы поменяли все почты, проверили все ваши какие-то фейковые, возможно, ID. Кирсанова Марина, Санкт-Петербург. Если человек встал в вебинар, но не проплачивает активность уже давно, можно ли на его место адрировать другого партнера самостоятельно? Нет, самостоятельно вы не имеете права адрировать другого партнера на его место. Тем более, что это, в принципе, запрещено. Хотя бы только потому, что каждый партнер... То есть вы не можете иметь доступ к его личному кабинету, иначе это уже на уровне конфиденциальности. Каждый партнер должен иметь, опять же, еще раз повторю, свою зарегистрированную личную почту на этом аккаунте, свой пароль, который знает только он, и, соответственно, перерегистрировать может только он сам себя, с его разрешения. Написать нужно в саппорту, да. Светлана Иголкина, Санкт-Петербург. Если с вас два раза списали 35 долларов, то вам нужно написать... А, вы уже написали в службу поддержки, значит... Кстати, вчера был похожий вопрос. Возможно, ваш вопрос уже решен. Если это не вы, то вам тоже будут возвращены лишние списаны 35 долларов. Если партнеры находятся, являются все члены семьи и находятся на одной почте. Ну, Екатерина, партнеры не могут находиться, даже если они все члены одной семьи, не могут находиться на одной почте. Потому что каждый человек, в принципе, должен иметь свой почтовый ящик, и каждый аккаунт должен быть зарегистрирован на отдельный почтовый ящик. Поэтому вам нужно проконтролировать эту ситуацию, чтобы у каждого отдельного аккаунта был отдельный имейл. Так, вопросы уже повторяются. Подходим к концу. Еще буквально несколько вопросов, и мы завершаем. Готовы ли презентация ДСТ Офис Алматы? Да, Офис Алматы. Я уже ранее сказал, что презентация будет во вторник. Максимум среды. Ожидаем. Надежда Тольятти. Очень неудобно, что нет пакетов в личном кабинете. Какие перспективы? Что вы имеете в виду, каких пакетов нет в личном кабинете? Не понял у вас вопрос. День из Дягинцев. Произошло списание активационных 35 долларов автоматом для пассивного клиента. Напишите в службу поддержки сейчас еще раз, если вы уже писали ранее. Хотя такого просто не было замечено. Мы проверим эту ситуацию. 35 долларов списываются за активацию в том случае, если партнер нажал на кнопку «Активировать личный кабинет», либо ему, вышестоящим спонсором, было отправлено с баланса на его баланс эти 35 долларов. Тогда он автоматически активируется на один год. Итак, я смотрю, что вопросов больше нет. Поэтому мы с вами сейчас будем завершать. Санкт-Петербург. Большая просьба сделать так, чтобы при работе в бинаре у каждого партнера были видны данные спонсора. При работе в бинаре вы имеете в виду бинарное дерево. Так, потому что сейчас на главной страничке большим просто шрифтом и фотографией, e-mail и телефон вашего спонсора указаны. Ну, хорошо, в разделе бинар мы, может быть, тоже тогда поместим данные вашего спонсора. Будут ли отображены перекиды по контрактному счету в кабинет? Так, то есть история трансферов по контрактному счету, да? В разделе финансы вы можете найти контрактный счет, нажать на него и там увидеть ваши трансферы. Олег Ростов-на-Дону, прошу сообщить ссылку на облачное хранилище. Вы можете зайти на наш сайт PushMyCorp и в разделе продукты PushMyCloud увидит ссылку. Так, ну, Елена Слежко-Степногорск уже не раз ответила на этот вопрос. Сначала поставим фамилию, потом имя в бинаре. Итак, все, это был у партнеры последний вопрос, на который я ответил. Спасибо вам большое за то, что вы подсоединились. Я надеюсь, вы узнали для себя много нового. Я ответил на необходимые ваши вопросы. Такие вебинары мы будем проводить с вами периодически, в зависимости от накопления каких-то сложностей, да, каких-то вопросов массовых, которые будут требовать решения такого публичного, да, а не отдельного информирования. На сегодня мы завершаем вебинар. Спасибо большое всем. И до скорых встреч. До свидания. Продолжение следует...